Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия и в своем блоге я рассказываю много о жизни за границей, о путешествиях, также стараюсь рассказывать о моде и просто о каком-то лайфстайле. Поэтому я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть это видео. Я уже потихонечку начинаю готовиться к весне и я решила, мне кажется, более основательно закупиться что ли этой весной. И это еще далеко не все в покупке, которые вы видите. Я еще планирую совершить несколько таких довольно крупных покупок, но это будут базовые вещи. Но про это уже позже, пока что их нет. Я покажу это уже, может быть, в каких-то следующих видео. А сегодня я бы хотела поделиться с вами небольшой распаковкой вещей, которые я недавно купила в Манго и в Страдивариусе. И, в общем-то, давайте приступим к распаковке. И я обратила внимание, что этой весной я делаю основной упор на верхнюю одежду. И первая вещь из этого огромного пакета – это вот такое вот шерстяное двубортное пальто. Оно оверсайз фасона. И, честно признаюсь, я обычно покупаю вещи, мне кажется, даже стараюсь покупать на размер иногда больше или хотя бы по размеру. Но вот этот плащ я купила в размере XXS, потому что мне показалось, что оно очень оверсайз. При этом хочу сказать, что оно очень хорошего качества. У него здесь очень такой приятный V-образный вырез с ласканами. Мне кажется, сейчас очень приятно смотрится. И, честно признаюсь, я уже выходила в нем в свет. И получала очень много комплиментов, при всем при том, что у меня еще и зеленые глаза. Так что этот цвет мне очень хорошо подошел. И при всем при этом это пальто можно носить, в общем-то, и в холодную погоду. Я его могу запросто надеть, потому что оно шерстяное, и мне в нем очень тепло. И хоть оно кажется таким очень тоненьким, сначала я думала, что оно будет холодным. На самом деле оно, наоборот, очень теплое. Так, следующая вещь тоже из манго. Это вот такой очень приятный, симпатичный тренч-коут, который сделан из искусственной кожи. Кстати, не факт, что у нас искусственная кожа. Он очень приятный вот такого фасона. И сзади, что мне было очень приятно, у него сделан вот такой вот отворот, который можно, кстати, вот здесь вот открепить спереди. Здесь есть пуговка, можно его прикреплять, можно открепить, и оно будет более свободно смотреться сзади. Всегда мечтала о таком тренче. И я бы хотела даже такой, возможно, в другом цвете и с другим материалом. Потому что, мне кажется, это очень благородно и красиво смотрится. И этот тренч довольно удлиненный. Не знаю еще, как красиво он будет на мне смотреться. Вообще, мне очень понравилось, как он смотрелся в магазине, и как он смотрится на фотографиях, на каких-то видео. Не знаю, как он будет смотреться прямо полностью с моими образами в жизни, потому что это немножечко для меня такой более дерзкий стиль. Вот, хотя вы можете видеть, я сейчас сижу в такой рубашке тоже из эко-кожи. И вроде как неплохо, да? Может быть, мне, в общем-то, идут такие материалы. И следующая покупка уже из Stradivarius. Это вот такое вот красивое пальто молочного оттенка. Оно также с содержанием шерсти, но в нем есть и полиэстер. Я очень надеюсь, что оно не скатается, потому что оно выглядит очень таким добротным. И шерсть очень чувствуется, потому что немножечко колется даже. И оно очень супер длинное. Я очень долго искала такое пальто. Я хотела, может быть, даже более высокий ценовой сегмент с содержанием полностью шерсти, без добавления полиэстера. Что-то такое более даже качественное, возможно. Но хочу сказать, что Stradivarius в этот раз меня очень приятно удивил. Потому что предыдущие пальто из Stradivarius у меня довольно быстро скатались. Но там, по-моему, было стопроцентное содержание полиэстера. Возможно, это стало причиной. Здесь я надеюсь все-таки, что это пальто прослужит долго. У этого пальто здесь еще такие необычные пуговки. Я вообще искала обычные какие-то однотонные пуговки, чтобы были на молочном пальто. Или, возможно, наоборот, более акцентные черные пуговицы. Здесь они более такие, мне кажется, даже праздничные. И я вот думаю, надо ли мне их менять на другие какие-то и пришить более такие однотонные пуговки или нет. Напишите в комментариях, нравится ли вам такое пальто. Или вы бы тоже решили заменить пуговки. В общем-то, это была вся распаковка. Как вы можете видеть, я действительно сделала большой упор на верхнюю одежду. И мне очень нравится сезон весны и осени. Возможно, даже иногда зимы. Когда можно носить красивую верхнюю одежду. Мне кажется, это очень так добавляет в образ красок. И больше добавляет интересные акценты. А мы двигаемся дальше во влог. Друзья, всем привет. И сегодня я спешу поехать в торговый центр, чтобы посмотреть, какие сейчас появились новые коллекции. Что можно вообще подобрать на весну. Потому что, мне кажется, сейчас это максимально актуально. Уже хочется весны. Уже в воздухе, по крайней мере, в Праге витает запах весны. Вот, поэтому хочу сегодня постараться что-то интересненькое найти. Я пришла в H&M. Посмотрите, какие здесь красивые цвета. Мне очень нравится. Такой насыщенный синий. Здесь еще такие трендовые босоножки стоят. Тоже синенькие. Мне очень нравятся такие сапожки. Приятно. Они тут, правда, немножечко запылились в магазине. У них очень интересный такой каблук. Не для пражской брусчатки, правда. Но очень стильно смотрится. Такой мыс заостренный. Какой шик. Посмотрите на эту сумочку. Асимметричный. Такой у нее силуэт, фасон, форма. Мне очень нравится. Сейчас, кстати, асимметричные сумочки и элементы одежды очень модно смотрятся. Классная, кстати. Может быть, даже себе ее хочу взять. Почему нет? Мне кажется, классно смотрится. Я вот думаю ее взять. Единственное, что было бы классно, если бы у нее был еще более длинный ремешок. Ее можно было носить, например, вот так вот через плечо. Точнее даже, ну, вот так здесь. Было бы очень круто. Но она и так очень миленькая. Вот думаю. Мне очень нравится сочетание цветов в этом уголочке. Во-первых, очень красиво сочетаются розовые с красным на вот этих вот кроссовочках. И мне еще очень нравится, как смотрится оранжевый цвет рядом со всеми предыдущими цветами. Так, я уже вижу карго-брюки, которые сейчас очень модно в этом сезоне. Единственное, что мне не очень нравятся качества, они какие-то очень-очень такие прям тоненькие. Но зато легкие. Уже ближе даже, мне кажется, на лето. Они, кстати, такого розово-просячего цвета, но здесь цвет не передается. Прямо над моей примерочной в H&M висела колонка, поэтому я уже дозвучу это видео за кадром. В этом образе я стилизую сразу две трендовые вещи. Это брюки карго и топ-корсет. Я добавила в образ классический оверсайз жакет, и все вместе это создает немного такой торжественный образ, который отлично подойдет для похода, например, в ресторан или в театр. А грубые брюки карго в данном случае станут своеобразным акцентом. Честно признаюсь, пока что в H&M не могу найти ничего такого, чтобы мне понравилось. Сейчас буду пробовать подбирать не трендовые, а супертрендовые образы. Попробую подобрать то, что мне нравится, чтобы я вот точно взяла, вне зависимости от каких-то веяний моды. Далеко не все любят оверсайз объемные жакеты, поэтому вот такие кроп-жакеты в стиле прэппи или ко-шанель, как хотите, подчеркивают утонченность. Я стилизовала образ вот такими необычными джинсами. Вы только посмотрите, какие пуговицы. И скроп-рубашкой, чтобы ничего лишнего не торчало снизу и не утяжеляло зону талии. Следующий образ в молочных оттенках, но содержит цветовые изюминки. Я бы, конечно, не покупала подобное пальто и стилизовала бы образ с удлиненным молочным пальто, как из первой части видео с обзором покупок, но в H&M я нашла только такое. Этот образ я строила на мэче цвета джемпера и сумочки, что делает его более завершенным. И в целом мне нравится, когда какие-то цвета в образе отзеркаливают друг друга. В следующем образе я сочетаю такое черное классическое платье на запах. Оно немножечко в стиле кимоно такого платья. С тренчем в более таких приглушенных пепельных оттенках бежевого цвета. То есть это не camel, а что-то более приглушенное. Как мне кажется, смотрится более утонченно и не так броско, как цвет camel. Этот образ, мне кажется, абсолютно базовым и подойдет любому человеку, кто не гонится за трендами, кто не хочет покупать спортивные карго-брюки. Пока этот стоит с огромным количеством колец, которые я хочу купить, я размещаю, идут ли мне вообще кепки. Потому что это очень модно, и мне кажется, в этом сезоне тут вообще супер модно, и очень много кто их носит. Но я не уверена, если у меня они вообще идут, по пути думаете. Я вот думала купить другого бренда кепку, но здесь очень понравилось. Видите, там такой милый гусь. Это слово на левую точку. Ну вот я думаю, что если что, я просто на сайте закажу. Ну давайте не класть в ночь. Мне еще очень понравились эти маленькие пушистики. Они классно смотрятся, но дороговато стоят, тем более что они не под каждый образ подойдут. И вот такая вот форма сумочки, тоже сейчас очень модно. Здесь, кстати, очень много представлено таких вариантов. Чуть похоже на Айсен Лоран. Там тоже есть такие разноцветные. И вот здесь еще такие же. Тоже приятно смотрятся. Так, если честно, у меня уже что-то пошло не так. Я купила уже на огромный пакет из H&M. Но что поделаешь. Здесь в Заре, оказывается, тоже есть такие блузки. Кроп. И, если честно, мне кажется, что даже симпатичнее, чем я взяла в H&M. Поэтому лучше сначала войти в все магазины, потом заказать что-то онлайн. И здесь еще есть вот такие вот, можно сказать, теннисные юбочки. Они там с шортиками, я вижу, идут. Здесь тоже очень модно было одно время. Мне кажется, сейчас весной тоже будет очень модно. А здесь, мне кажется, немножечко тейлоринга. Это когда, например, даже какие-то классические костюмы очень так грубовато скройны. И вот, например, платье тоже очень такое. Я не знаю, насколько здесь должны торчать эти нитки. Но выглядят так довольно грубовато. И, например, вот этот вот тренч, тоже с такими карманами открытыми снаружи. Выглядит грубовато. Но это сейчас очень модно. Здесь вот представлены такие зеленые карго-брюки. Мне кажется, очень тоже прикольно смотрятся. Но я не уверена, если мне идут карго. Я сейчас померила в H&M и не могу сказать, что я в восторге. Здесь еще представлены такие классные казаки. Тоже тренд сезона. Очень много тренча, кстати, в том числе и здесь представлено. Там, например, более такого милитари цвета. Хаки. Более светлые. В этом весеннем сезоне также очень моден деним. И причем такой более потертый. И посмотрите, какие здесь красивые есть ботильоны. На тоненьком каблуке, правда. Но если закрыть глаза на удобство, то выглядит симпатично. Крючки карго. Очень симпатично смотрятся. Я даже немножечко пересмотрела свой взгляд на карго. Они такие более свободные. С такими грубыми карманами. Сзади там тоже карманчики. И мне кажется, что смотрятся очень классно. Еще сейчас я попробую затянуть их. Вот так вот смотрятся завязанными завязочками снизу. Тоже, кстати, неплохо. Они превращаются в такие фонарики. Такой вот яркий, красивый вариант. Это такая вот розовая блузка. И причем, обратите внимание, у нее здесь такой двойной карманчик, который очень классно смотрится. И еще и вот такие вот классные рукава. В этом образе опять-таки основной акцент приходится на брюки карго. Но здесь они немножечко в таком стиле брюк бананов. Но сейчас это такая адаптация под современные реалии. Здесь я решила рискнуть и сочетать образ с чем-то более ярким. А далее я решила добавить еще один тренд сезона. Это вот такой грубый бомбер. Если бы он был еще джинсовый и супер потертый, было бы вообще идеально. И здесь, конечно же, вы можете уже стилизовать это с сапогами. Например, казаками, которые тоже сейчас очень-очень в тренде. Ну или же добавить кеды или кроссовки тоже почему нет. Следующий образ я называю фуршетный. Потому что, как вы можете видеть, он выглядит очень необычно. Эти перья, как мне кажется, создают самую яркую картинку. И образ будет смотреться очень красивым. Вам не надо заморачиваться, что вы сегодня оденете на какое-то мероприятие. Потому что этот жакет, он, в общем-то, берет на себя все основное внимание. Слушайте, мне кажется, я так уже срослась с этой шляпой, что она мне подходит подо все образы. Мне кажется, они даже намного лучше смотрятся и дополняются с помощью шляпы. Вообще, мне очень понравился вот этот костюм, но я уже не буду его примерять. Мне кажется, на манекене тоже классно смотрится. Может быть, даже лучше, чем на мне. Сейчас смотрю на скидках. Есть очень классные тренчи. Смотрите, скидка 39%. И это как эко-кожа. Приятно смотрится. Вот еще, кстати, на манекене можете посмотреть, как выглядит этот костюм. Сколько же всего красивого сейчас. Такой бомбер с люрексом. Очень красивый. А еще вот такие вот люли. Классно. Мне кажется, дополнит просто любой простой классический базовый образ. Если честно, я уже подзабыла, как сильно я люблю этот торговый центр. Он находится на окраине города. Кстати, между прочим, я жила здесь недалеко, когда приехала еще только в Прагу. Вот. И, в общем, это огромный классный торговый центр. Так мало того, что здесь есть все-все-все магазины, которые только можно пожелать. Еще есть здесь потрясающий дизайн. И все просто мега ухоженное, красивое. Здесь просто приятно находиться. Офигеть. Посмотрите, что я нашла. Честно говоря, я не знала, что в этом торговом центре есть коз. Я думала, он есть только на Парижской улице в Праге. Но это просто грех не зайти, раз он тут есть. Какие здесь потрясающе интересные накидки. Во-первых, мне кажется, это стопроцентная шерсть, судя по... На ощупь. Во-вторых, она такого асимметричного кроя. С очень интересными и необычными элементами. Очень классно смотрится. Возможно, даже возьму и померить. Попробуйте мне потом скажите, что это смотрится как-то не так со шляпой. По-моему, шляпа все украшает. Застелла на этом виде, она мне тоже очень нравится. Единственное, что брюки очень большие. Если бы они были как-то больше по талии, было бы лучше. Вот. Но кофточка потрясающе классная. Кардиганчик такой. Мне очень нравится оранжевый цвет. Тем более такой прямо очень яркий, классный цвет. А это мне все-таки кажется большей изюминкой. Так. А вообще-то у нас с вами же покупки на весну. И далеко не все могут себе позволить весной ходить. Просто в кардигане. Поэтому надо смотреть какие-то еще тренчи. Или даже пальто. Кстати, я хочу зайти в манго, посмотреть хорошее пальто. Вот. Но посмотрите, какая классная такая курточка. Единственное, что она мне великовата. Хотя вроде мой размер. Вот. Но тем не менее, очень-очень такая плотная, приятная, красивая. Так, прежде чем показать вам следующий образ, посмотрите, насколько классно сочетается такой ярко-ярко-синий с оранжевым. Мне кажется, это лучшее сочетание вообще, которое только есть. Поэтому мой следующий образ выглядит следующим образом. Это такой яркий-яркий насыщенный синий свитер. Причем он удлиненный. Его можно, мне кажется, вообще носить как платье. Например, с черными плотными колготками. С теми же сапогами. И здесь вот такой вот классный разрез. Кстати, здесь довольно большой разрез, поэтому как платье носить не стоит. Если только что-то одеть еще сюда снизу. Какую-нибудь такую юбочку обтягивающую. Вот, а так в целом очень классно. Мне нравится, что он оверсайз и длинный. Очень классно смотрится. Здесь опять-таки проблемы с освещением, поэтому я сейчас выйду и покажу. Здесь в кос еще есть, кстати, самый модный цвет понтона этого года. Одежда. Я имею ввиду этого цвета. Я думаю, сейчас еще раз выйти, посмотреть, что здесь есть. Не уверена, если буду примерять. Но посмотрим, как пойдет. Вот этот цвет. Очень похож на Vivo Magento. По крайней мере, мне так кажется. И здесь вот тоже есть такие классные свитера. Мне очень понравилась еще вот эта курточка. Тоже такого классного цвета, оттенка. Почему-то камера не передает на 100%. Но очень-очень красиво. И на самом деле, мне нравятся здесь еще и вот такие рубашки. Единственное, что мне нравится в последнее время, как я вам уже успела сказать, кроп. Как видите, этот цвет в данной локации доминирует. Это, мне кажется, даже больше соответствует этому цвету. И здесь есть такие классные шапочки. А еще здесь, оказывается, есть серьги. Тоже такого цвета. Очень классно. И вообще, мне кажется, что к зеленому цвету розовый идеально подходит. Поэтому почему нет? По цветам, конечно, полный восторг. Например, здесь висят фиолетовые кофточки, футболочки и желтый свитер. Так красиво смотрится. Вообще, я нигде не могу найти тренд сезона – длинная юбка. Вот нигде. Причем, я думала, их будет довольно много. Из денима, например, или в каких-то других вариациях. Но прям нигде нет. Я думаю, что, может быть, в манго будет. Но я уже не уверена, честно говоря, что я смогу найти. Вот. Но, честно говоря, сегодня я очень довольна покупками. Я в основном уже в последнее время практически не хожу в торговый центр и в магазин. Я все заказываю онлайн. За это спасибо ковиду. Вот. Но, честно говоря, я очень приятно удивлена выбором. То, что продается, меня, если честно, поражает. Не знаю почему. Раньше я очень часто ходила в магазины и думала, вот, что покупать нечего вообще. Никаких интересных вещей, красивых нет. И все время, в основном, как-то получала негативные эмоции. А потом, когда больше начала увлекаться модой и смотреть что-то про это, то мне стало намного приятнее ходить по магазинам. Мне теперь, наоборот, хочется все купить. Все красиво, все в тренде, все модное. Вот. В общем, все меняется. Какая красота мне встретилась по пути. Ура! Я его нашла. А в манго я смотрю коралловый в почете. Здесь такие же пальто, как у меня, только у меня в зеленом цвете. Здесь остались огромные размеры, но при этом скидка. Я в манго. И на мне вот такой вот симпатичный кардиганчик. Мне очень нравится материал. Я в последнее время на это обращаю особое внимание. Мне кажется, это очень важно. Раньше я думала, что фасон красивый или просто цвет красивый. Но нет. Материал очень важен. Но то, как вы будете себя ощущать в течение дня. Не только выглядеть, но и ощущать. Вот. И смотрите. С такими джитсами. Смотрится, мне кажется, неплохо. Но как будто бы чего-то не хватает. Не кажется ли вам? Как вам такой вариант? Я всего лишь добавила просто яркий акцент. Такую вот красивую оранжевую сумочку. Мне кажется, этот образ заиграл совершенно разными другими красками. Я решила вернуться к теме жакетов. Как вы можете видеть, здесь несколько вариантов. И более такой базовый черный кроп-жакет. В стиле кокошины или опять-таки. Или более яркий оранжевый. Как мне кажется, в манго вообще было изобилие именно жакетов. Пальто в итоге я там так и не нашла. Потому что весенняя коллекция в Праге – это уже что-то суперлегкое. Или, например, вот такой жакет. Это уже не кроп-жакет. А более такой классический цвет. У него гусиная лапка. Тоже, как мне кажется, базовый вариант. И очень большая находка. Как мне кажется, это вот такой красивый тренчкоут. В таком фисташковом цвете. Мне кажется, очень красиво смотрится. Более удлиненный, чем мы уже видели в H&M. Что тоже добавляет ему такой утонченности. И более вытягивает силуэт. Здесь еще представлены такие классические пальто. Но как-то в этом году мне почему-то не захотелось строгих темных тонов. Поэтому черные я не покупала. А я потихонечку уже еду обедать. Я без передыха, можно сказать, снимала видео. И заходила во все-все-все магазины. Вот. Так что сейчас еще приду, буду распаковывать. Потому что у меня тяжеленный пакет. Так, мне тут приехала мини-посылочка. С украшениями. Сейчас будем открывать. Я еще сама не открывала. Такая забавная пена лежит. Бренд называется Flammy. И это сделано... Все украшения делаются в Чехии. Насколько я знаю, может быть даже в Праге. И здесь в коробочке были вот такие два колечка. И подвеска в виде замочка. Этот бренд зарекомендовывал себя как украшение, которые не портятся от воды. У них здесь золотое позолоченное напыление. И я вот не уверена, если это натуральное серебро или тоже напыление из серебра. Но они именно стойкие к воде. Потому что, если вы знаете, многие такие украшения зачастую со временем изнашиваются. Особенно от воды. Потому что они вроде как из металла сделаны обычно. Вот. А эти не должны. Поэтому я очень рада. И, кстати, вот такие вот колечки в виде сердечка сейчас очень-очень в моде. Так что у меня теперь новые украшения в коллекцию. Мы тут заказали суши. Это люди из СНГ открыли здесь заведение. И посмотрите, замечательное настроение в этот пасмурный день. Как приятно. Можно найти русский язык и в Праге. На этом это видео подходит к концу. Я хотела бы поблагодарить вас за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось и скрасило как-то ваши будние или выходные дни. И надеюсь, что мы с вами уже совсем скоро увидимся в новом видео. А пока что желаю вам отличного настроения. Всего самого лучшего. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok